Нашли умирающую птицу или другого дикого зверька и не знаете, как ему помочь. В Одесском зоопарке готовят к открытию центр карантинирования животных. Там уже спасают жизнь и оказывают помощь раненым пернатам и выкармливают птенцов. Когда помещение оборудуют дополнительными вольерами, центр заработает на полную мощность. Большую часть питомцев после выздоровления выпустят на волю, а тем, кому будет необходим уход, оставят в зоопарке. Ну вот сейчас упало гнездо ласточек, ласточка деревенская. Вот они уже целую неделю у нас живут. Остались они без родителей, их нужно выкормить и выпустить на волю ласточек. Голубята, сизый голубь, совершенно обычный голубь в городе. Сейчас очень много птенцов с ледков, которые слетели с гнезда, учатся летать. И они очень уязвимы для кошек, для собак и для каких-то людей, с не очень добрыми намерениями. И остается без родителей их надо кормить. Ворона, обычная серая ворона, у нее поломано крыло. Мы ей оказали помощь, и теперь она залечивает ранами, мы ее выхаживаем. Это пустельга, мелкий шокол. Это маленькие молодые слетки, тоже они слетели и остались без родителей. То есть их тоже надо кормить и выпустить на волю хищные птицы. Совершенно разные. Бывают и ежики, там, ну, разные совершенно виды животных. В основном, конечно, больше всего птиц. Чтобы направить животное в центр, достаточно связаться с руководством зоопарка. Говорят, кроме птиц, здесь будут оказывать помощь и млекопитающим ежам, лисицам, черепахам, барсукам и другим. Этот центр сделан специально для того, чтобы принимать животных, вот таких, которых приносят люди. Животных, терпящих бедствия, мы их принимаем сюда на карантин. Это очень нужное дело, потому что очень многие одесситы приносят самых разных животных. В основном, это, конечно, птицы. Копчики, пустельга, бывало даже балобаны, совы самые разные. Летущих мышей приносят, кстати, вот тоже нередко. Птенцы, вороны, грача, голубей, стрижи, ласточки, удодов приносят, приносят золотистых щурок.